Приветствую вас, друзья, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bad Time Blues. Это хоррор, в котором нас преследует плюшевый мишка-убийца. Уж не знаю, действительно он существует в этой игре, или это всего лишь фантазия ребёнка. И всё, что нам нужно сделать, это пережить ночь, не попавшись, собственно, этому агрессивному медведю. Появляемся мы в своей комнатке. Ё-моё, какие большие шарики. Какая-то подушка. На самом деле у нас достаточно много различных плюшевых медведей. Вот один, второй, по-моему, прямо по курсу. Блин, я уже немного пересрался, сраный будильник. Как его выключить на Е, по-моему, да. Всё, что у нас есть, друзья, это фонарик. Также мы можем заболзать вот так вот под кровать. Смотрите, у нас динозавры какие-то. Кубик Рубика. И светить мы, собственно, можем фонариком, отпугивая этого самого медведя. А вот и он. Кыш-кыш-кыш, ушёл. Так, мы также можем как-то перезаряжать, друзья, фонарик. Всё, кажется, понял. Нет, Михаил, давай в другой раз с тобой поиграем. Приходи как-нибудь в следующий раз. Закрой дверь за собой. Классная дверь, кстати. Он прикатил мячик или он там был? Не знаю, друзья, но нужно перезаряжать фонарик, пока он не явился снова. Так, короче, мы запомнили. Одно место, через которое он может вылезти, пролезть к нам, это окно. Второе место, это входная дверь. У нас даже мартышка вот такая вот обезьяна есть. Можем пока что осмотреть комнату. Странный был звук. Мячи смотреть есть. Футбольный европейский и футбольный американский мяч. Так, погоди, Мишка, тебя здесь не было. Нет, уйди, уйди, уходи. У него что-то в руках. Уходи. Пошёл, кш. Не знаю, может, будильник нужно нажать. Почему он стоит по-прежнему? Я заряжаю фонарик, твою мать. Мы, кстати, продержались всего лишь на 20%, друзья. Вот так и сажал наш же собственный плюшевый медведь нас. Так, ну и теперь надо перезапускать, насколько я понимаю. Я, кстати, ни разу не сомкнул глаза. А здесь для того, чтобы побыстрее время текло, нужно закрывать вот таким вот образом глаза. Ну и немного дремать, соответственно. Так, медведей пока нет. Будильник даже не сработал. Я даже не могу разглядеть, сколько времени на самом деле. Так, выключаем. Всё слишком пиксельное. Такое ощущение, что 15 часов 25 минут. 14-15 секунд, по-моему. Так, медведь. Давай-ка сегодня без твоих игр. Уходи. Так, перезаряжаемся. Не очень понятно, почему я его в прошлый раз не спугнул, когда он был уже здесь. Может, он как-то прошмугнул через дверь, что ли? Так, ладно, мне кажется, есть время у нас немного поспать. Так, а вот и он. Светим. Нет, сегодня без игры, Мишка. Дай мне поспать, пожалуйста. Мы, кстати, можем перезаряжать фонарик, когда спим. Снова будильник. Не знаю, как-то мешает мне будильник или нет. Так, он снова здесь, в окне. Спим. У нас есть немного времени, мне кажется. Где он еще может появиться? Мы выяснили пока что три места, где он может появиться. Но третье место, может, и не считается. Может, он как-то... Может, он как-то проскочил через дверь, и я не заметил. Так, вот он, да. Он сразу здесь появился, по-моему. Светим на него. Но что-то он не отгоняется. Перезаряжаем фонарик. Снова светим. Ребкодите! Их несколько, твою мать! Один здесь, второй здесь. Уйди, уйди, Мишка. Ну, пожалуйста, сейчас-то свали. Я свечу на тебя. У меня заканчивается заряд. А, может быть, надо под кровать, кстати, спрятаться. Да, я же не пробовал под кровать спрятаться. Мне кажется, если он близко, нужно спрятаться под кровать. Там как раз-то что-то такое было написано. Блин, снова где-то в районе 30-40%. Мы только пережили. Давайте еще раз. Так, короче, теперь действуем по тактике. Если Мишка появляется вот здесь вот за дверью, мы светим ему в лицо, в глаза. Если так же он появляется в окне, мы тоже используем фонарик. Потом где-то практически в середине ночи он уже появляется здесь рядом на кровать. Видимо, эта сцена заскриптована. И, скорее всего, нужно залезать вот так вот под кровать. Так, пока что его что-то нет. Может быть, все-таки здесь и нет никаких скриптов, и все рандомно. Потому что на этот раз... Так, вот он появился. На этот раз что-то он долго появляется. Ну, уходи! Что ты смотришь? Так, давайте немного поспим. Можно по звукам ориентироваться, кстати. Так, показалось. Еще немного поспим. В любом случае, что-то там бубнить начнет. Типа, поиграй со мной. Так, снова будильник. Вот он. Да, и скрипит дверью. Так, светим. Честно говоря, я начинаю думать, что фонарик уже никак абсолютно не помогает. Еще немного поспать можно. Так, вот он появился, друзья. Вот он появился. Сейчас отгоним его сначала. И теперь под кровать. Блин, снова он там. Твою мать, я не знаю, что делать, короче. Он и там, и сям. Будем надеяться, что я спасусь, друзья. Нет, он все равно меня как-то достал. Тублюдок меня все равно достал. Короче, идея теперь такая. Может быть, нужно закрывать глаза? Не для того, чтобы подремать, и чтобы время быстрее шло. По-моему, время быстрее не идет, на самом-то деле. А может, идет, не знаю, короче. Но, может быть, глаза нужно закрывать для того, чтобы спрятаться. Собственно, от медведя. Возможно, он часть нашей фантазии. Так, ну где он? С новой нет. Опять он появляется справа. С весьма глаза. Может быть, надо закрывать глаза, когда он уже подходит? Хрен его знает. Ну, сейчас попробуем так делать, наверное. Так, вот он опять за дверью. Заряжаемся, и сейчас он уже появится вот здесь. Может, в это место просто смотреть? Ну, в любом случае, мне придется отвернуться, потому что он сейчас полезет через окно. Иди, твою мать. Да, он уже как раз и пробрался через окно. Да, он действительно в рандомных местах появляется. Теперь он появился только за дверью сначала, с самого начала. Вот теперь за окном сразу же. Так, перезаряжаемся. Короче, пока что не знаю, как противостоять этому плюшевому гаду. Кстати, шарики как будто из фильма оно. Правда, один зеленый. Так, смотрю по сторонам. Вот он. Снова прогоняем. И, скорее всего, за моей спиной уже появился. Да давай, уходи! Блин, они просто захватывают мою комнату. Их дофига. Хотя нет, смотрите, на кровати здесь соседней никто не появился. Кстати, если у нас есть еще одна кровать, наверняка у нас есть... А, вот он. Просто заспалнился. У нас наверняка есть брат или сестра. Так, ну, как только он начнет движение, закрываем глаза. Может быть, это сработает как-нибудь. Пока что просто посматриваем на него. Так, вот он. Начал движение. Закрываем глаза. Уходи, 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 уходи. Сраный будильник. Я боюсь открыть глаза, на самом деле. Так, он чепокнулся. Все, кажется, нашел, друзья. Да, действительно, так можно пережить. Атаку этого ублюдка. Так, снова. Снова за дверью. Уходи. Блин, и опять он здесь. Ладно. Заряжаемся. Снова за дверью. Он практически меня уже схватил, можно сказать. Так, он двигается. Закрывай! Да откуда? Откуда? Откуда он вылез? Блин, ну уже половина. Прогресс есть, конечно. Я, кажется, понял, кто меня все это время хватает. Оказывается, медведь может залезть также под кровать. То есть угрозу ожидать можно отсюда, из двери, из окна. Плюс еще под кровать может залезть один из медведей. Так, ну вроде как у нас теперь есть шанс пережить эту ночь. Благодаря тому, что я все уже изучил, на самом деле, практически. Все выучил. Давай, выходи. Так, будильник. Из окна лезет. Иногда они быстро пропадают. А иногда им приходится светить глаза по секунду пять, наверное, или по десять даже. Так, под кроватью никого. Так, здесь мы закрываем глаза. Сразу же можно закрыть глаза. И вроде как он исчез. Нет, что-то не исчез, нихера. Может, секунду пять. Надо подождать. Исчез? Да, исчез. Так, под кроватью никого. Снова появился. Твою мать. Вот ублюдок. Так, ладно. Опять закрываем глаза. Считаем секунду пять, наверное. Так, все, он исчез. Появился за дверью. Наверняка там лезет еще и через окно. Давай быстрее исчезай. Уходи. Так, нет. Внизу никого. Нормально. Уже половину времени почти. До половины, конечно, далековато еще. Так, вот он полез. Уходи. Так, вот он. Вот он, друзья. Светим его в рожу просто. Уходи. Все, нормально, ушел. Уже половина точно есть. Лезет через окно. Боже мой, не хватает заряда просто. Мне еще надо выключать будильник странный. На самом деле, не такая простая игра, как кажется. Честно говоря. Так, здесь никого. Заряжаю как можно скорее. Стараюсь изо всех сил. Смотрю по сторонам. Фу, тишина наконец-то. Что удивительно. Блин, сейчас будет обидно проиграть, на самом деле, если меня схватит сейчас медведь. Я по привычке нажимаю постоянно перезарядку фонарика. Но пока что в этом смысла особого нет. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Что-то никого подозрительно. Мне кажется, они со всех сторон сейчас будут нападать. Так. Нормально. Прогнали. Кроватью никого. Так, снова этот медведь. Закрываем глаза. Считаем пять секунд. Ну, или приблизительно. Он исчез. Отлично. Кроватью пока никого. Осталось совсем немножко. Друзья, 10% буквально. Снова он за дверью. Я надеюсь, ничего нового больше не будет. Потому что, честно говоря, я потею просто как мразь. Перезаряжаемся. В окне никого пока что. Будет херово, если он сейчас вылезет из неожиданного откуда-то места. Из какого-нибудь шкафчика, например. Так, он снова здесь появился. Пять секунд ждем. Отлично. Давай, шкала, быстрее заполняйся. Утро. Сколько можно ждать? Так, тихо. Светим. Прямо в лицо. Э, какого хера? У меня фонарик не работает. Не знаю, друзья, что произошло. Короче, фонарик перестал работать. Может, энергия у меня типа закончилась. Стало совсем немного продержать. И очень не хочется, чтобы снова этот медведь появился. В которого надо фонариком светить. В лицо я имею в виду под кроватью. Давай, 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 уровень, заканчивайся. Так, от этого можно избавиться? Все, кажется, все, друзья. Да, фух. Новый уровень разблокирован. Давайте посмотрим одним глазком. Не, на самом деле игра прикольная. Я думал, будет хуже гораздо. Это альфа-версия. И мне кажется, она была бы популярна, если бы вышла на мобильные платформы, например. Может быть, она и релизнится в скором времени. Давайте посмотрим, что за уровень мы открыли. Чисто ради интереса. Наверняка просто другая комната будет. Может быть. Так, нет, комната все та же, но, видимо, появляться они теперь будут из других мест. Скорее всего, что-то новое у нас появится. Надо было какой-то непонятный шум. Или это у меня в реальной жизни уже шум, я не знаю, друзья. Честно говоря, сейчас медведи вообще ниоткуда не лезут. Может, у нас за спиной? Нет, за спиной у нас пусто. Так, вот сейчас через окно. Я не знаю, может быть, просто они чаще появляются. В общем, если вам понравится игра, в следующей серии уже с вами пройдем этот уровень. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok